Запись пошла Уважаемые подписчики Приветствую вас Значит Представляю вам небольшой отчет По разборке вискомуфты Subaru Forester В кузове SG5 С механической трансмиссией Как снимал Я вискомуфту записывать не стал Об этом информации В сети и так много Желаю приятного просмотра Пока рылся в интернете Пока рылся в сети интернет Я наткнулся на такой документ Ссылку к этому документу дает Один человек Который тоже разбирает вискомуфту Американец Этот документ очень интересен Тем что Это является Скажем так Полным научным исследованием Вискомуфты Опубликован в 86 году еще В Детройте И речь идет Именно о вискомуфтах Вязкостных муфтах А не о гидромуфтах там всяких Или электромуфтах Здесь у нас Вводная часть Дальше Про конструкцию речь идет Коротко о жидкостях Коротко о Эффлекционных дисках О корпусе О прокладках И третья секция Это как раз О силиконах То есть Тут говорится что В вискомуфтах Используется Полиметилсилоксан Это раз Значит Пункт 3.1 Вискосити Это вязкость Тут говорится что Вязкость В связи с увеличением температуры Уменьшается Но очень незначительно Температура может Ити Там Очень большие температуры Могут быть А вязкость уменьшится Но очень немного Вот В связи с увеличением температуры У полиметилсилоксана Значит Проявляется другая характеристика Это Расширяемость То есть Полиметилсилоксан Расширяется Тем самым Создается Большое трение Не между Сталью и сталью То есть Фрикционными дисками А между Фрикционным диском И самим Полиметилсилоксаном И полиметилсилоксаном И между сталью И так далее Вот Лабресери Ну тут Смазывающие характеристики У полиметилсилоксана Вообще нет То есть По крайней мере Если речь идет о Стали 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 Вот Еще Вот самый примечательный Пункт Это 5.5 О котором Многие пренебрегают Это у нас Например Это Воздушная подушка Воздушная подушка Она нужна для того Чтобы компенсировать Вот это Расширение Полиметилсилоксана Чтобы Крышку не выдавило Чтобы Экспложен не случился Вот Пишется От 5 до 10% Ну вот тут График небольшой 4% Если это Полиметилсилоксан С вязкостью 60 тысяч ЦСТ Вот 8% Воздушной подушке Это если 100 тысяч И так далее Ну всем советую Все посмотрите А вот Перфорации Это тоже Речь о другом А нет Точка 5.6.1 Перфорация Олдоплейт Ну Это Обверстия Которые На Дисках Фрикционных дисках Как они Помогают И так далее И так далее И так далее Очень хорошая Работа Всем советую Посмотреть Всем советую Прочитать И перечитать И так далее Настал момент Истинный Вот он Вот она Вискомуфта Вот так она Вытаскивается Ой блять Тяжелая хрень Ооо Я впервые В руках Держу Вискомуфту Дифференциал Охереть Вот пацаны Что это такое Субару Нам не нужен Закис азота Мы делаем Скорость Просто Из кислорода А мы Разобрали Тут Вискомуфту Все Не ставить Отсюда Тоже Если убрать Все это Закрыть Это будет Свободным Дифференциалом Можно не париться Конечно же Я Без блокировки Не обойтись Она работает Нифига не прыгает Так Заметка номер один Сателлитой Сателлита Круглая Идеально круглая Она нифига не овальная Это раз Ну Здесь вот Это Ниссанское Которое Показывается Это Совсем Другой Принцип Сателлиты Они Не овальные Они Круглые Постоянно Крутятся При буксе Или Повороте И Ну Даже Если бы Предположить Что там Что-то прыгает Шестерня Коническая Вторая Коническая Шестерня Скажем так Задняя Она упирается В крышку Вискомуфты Поэтому Прижимать Фрикционы Просто не может Но Совсем Другой Принцип Понимать Очень легко Очень легко Понимается Жижа Которая была Внутри Вискомуфты Это Ничто иное Как Полиметил Силоксан Как это Пишут Производители Других Вязкостных Муфт Ну Только не Субар Конечно Уроды Блин Сколько Им Официалом Писал Сколько Одно Вопрос И все Вот Отсюда Я Выскрип Немножко Вот Этой Жидкости Силоксановой Оно Там Почти Что Белое Неизношенное Ну Вот Это За прокладкой Внутри Получается Вот Поэтому Будем мы Заливать Заливать Мы будем Значит ПМС 60 тысяч То есть Полиметилсилоксан Ну Не 60 тысяч А Сделаю 50 тысяч То есть Я Чуть Чуть Смешаю ПМС 200 Чуть Чуть Ну Там 95 Процентов Вот Этого И Чуть Меньше 5 Процентов Вот Этого Вот Это Специальная Таблица Чтобы Вычислить Соотношение С которой Надо Смешивать Чтобы Получить Другой Другую Другое число Вязкости Скажем так Вот От 60 тысяч Проводим Вот такую Прямую линию До 200 И Значит Какая нам Вязкость Нужна 30 тысяч Например Проводим Вот Такую Линию А где Пересечение Тут Уже Видно Например 60 тысяч Сколько Процентов Внизу И Сколько Процентов Второй Жидкости Тот Который Справа Находится Ну Например В моем Случа Это 50 тысяч Я Провел Вот Такую Линию Потом Вот Такую Линию Что Я Здесь Уже Понял Около Пяти Процентов Это 200 ЦСТ И Около 95 Процентов Это 60 тысяч ЦСТ Ну Пропорции Считать Легко Вот 60 граммов Чтобы Получить Вот Столько Граммов 60 тысяч И 2,7 Граммов 200 тысяч Заливать Мы будем Не 100 Граммов А 60 Граммов Вот То есть Будем мы Оставлять Воздушную Подушку Для того Чтобы при Расширении А он Поверьте мне Расширяется Будет Отдельный Тест Вы видите Значит При расширении Чтобы Не выдавливало Крышку А А воздух Как Все знаете Хорошо сжимается Будет хорошее Трение Естественно Это Фрикционные Диски Они Фрикцуются Трутся Ну Фрикции Слово Трение Трутся Не друг Об друга А об жидкость Жидкость Нагревается Расширяется И трение Да Вот Везде На сайтах Пишут Что пишут Типа Вязкостные Характеристики Незначительно Меняются Никто не пишет В какую сторону Меняется При увеличении Температуры Да Оно Снижается Немного Незначительно Снижается Но В итоге В итоге Увеличение Объема Этой жидкости Обеспечивает Большие трения То есть То количество В связи с Увеличением температуры То количество Уменьшения Вязкостных Характеристик Оно Трение Увеличивается Из-за Создавшегося Давления То есть Больше Больше трения Там появляется Ну Как вам Объяснить Простыми словами Я не ученый Так что Как-то так Вот Ну Конечно же То что Сателлит Не вот так Делает И Вот Это Как бы Конеческая шестерня Прыгает Как будто бы Показывают На видео На роликах Нафига Он же крутится Когда буксует Крутится Постоянно Постоянно Он круглый Он не овальный Поймите Наконец И сюда нельзя заливать Ну Неправильно заливать Трансмиссионное масло Сюда надо заливать То что сюда Предназначено Вот Конечно С Вязкостным числом Вот 50 тысяч Делать Я не уверен Не знаю Будем надеяться На наилучше А как Вы наверное Поняли Мой форик 2002 года В дифференциал Которого С тех пор Никто не лазил На поворотах Зашагал Рывками С С Цоканьем Таким Поворачивает Ну Если медленно Поворачивает Если бед Быстро Ничего Незаметно Ну Как то так Надо будет Измерить Диаметр Чтобы Нормальный Как это называется Нормальный Стопорное Кольцо Приобрести Вот Это надо будет Сделать Так Я смотрю Тут можно сточить Если там По ГОСТу Там Трехмиллиметровый Да Реально Можно Трехмиллиметровый Поставить На токарном станке Вот этот паз Сточить Думаю Будет нормально Один словом Желаю Всем Хорошего Настроения Всем Хорошего Настроения Уважаемые Субаристы Субароводы Фариводы Мои подписчики И не подписчики И так далее Всем Хорошего Настроения Всем пока В конце Хочу добавить Что с данной Выскомуфтой Уже катаюсь Около 10 дней Проехал По асфальту По легкому Бездорожью Значит На дальнее расстояние Успел скататься По трассе Напомню Заливал я ПМС 50 тысяч Которые получил Путем смешивания ПМС 60 тысяч И ПМС 200 Значит Никаких Закусываний Никаких Шаганий Повороты Плавные Дальше Буду испытывать По грязи По снегу Впереди Зима Так что Уважаемые Подписчики Неподписчики Ждите От меня Отчетов Отдельно Обращаюсь К Неподписчикам Ко всяким Там Диванным Этим Самым Если Не знаете Не пишите И еще Я не Мавроди Я не Похож На Мавроди Понятно? Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...